Наш проект оказывает безвозмездную помощь и поддержку всем ученым и разработчикам в области свободной энергии. Финансирование исследований, предоставление контрольно-измерительной аппаратуры и комплектующих. Также мы оказываем любую другую посильную помощь для создания прототипов устройств. К тематическим проектам мы можем предложить бесплатный хостинг и размещение информации на нашем портале. Мы всегда готовы к сотрудничеству и ждем конструктивных предложений. Приглашаем к обсуждению фильма и других вопросов на нашем форуме и на первую голосовую конференцию по свободной энергии в программе TeamSpeak. Сервера voicechat.zarяд.com или globalwave.name Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер. В эфире программа «Черный кот». В начале 70-х годов один из наших отечественных сатириков, желая рассмешить публику, изрек, казалось бы, смешную фразу. Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами. Двадцать лет спустя уже трудно найти человека, который хотя бы улыбнулся, услышав эту шутку. Судьба всех наших сегодняшних героев – яркое тому подтверждение. Субтитры создавал DimaTorzok В физико-техническом институте Академии наук СССР работают молодые ученые Флеров и Петр Жак. Смелые новаторы науки открыли одну из стаин строения материи. Им удалось обнаружить самопроизвольное деление урана. В уране скрыты сказочные запасы энергии. Щепотки урана было бы достаточно, чтобы зарядить ею паровоз на 10 дней. Замечательное открытие молодых советских ученых – новая страница в разрешении самой интересной проблемы физики. Проблемы использования внутриатомной энергии. В погоню за таинственной энергией весь мир бросился с упоением. За этим открытием последует еще одно, затем еще и еще. И это будет лишь началом всеобщего безумия, в результате которого человечество выпустит на волю страшного демона. И сделает оно это всеобщими усилиями. Это случится в августе 45-го. Хиросима. Магасаки. Эти жертвы понадобятся Соединенным Штатам вовсе не для того, чтобы поставить точку во Второй мировой войне. Они понадобятся для того, чтобы сообщить. США – единственная страна, которая обладает уникальным ядерным оружием, способным поставить на колени не только Японию, но и весь мир. Пройдет всего 4 года, и такое же оружие появится у Советского Союза. Так начнется эра Холодной войны. Но это будет потом, позже. В 1939-м же году, когда удалось обнаружить самопроизвольное деление урана, ученые были полны радужных надежд. Они считали, что ядерная энергия – это величайшее добро, которое они дарят человечеству. Курчатов, Капица, Вандау были молоды. А нашему герою, Ивану Филимоненко, было всего лишь 15 лет. Он еще не знал, что через 2 года добровольцем уйдет на войну. И уж тем более не знал, что спустя всего 6 лет после войны ему тоже суждено участвовать в этом ядерном безумии. Я занимался созданием ядерной энергетики, которая использовалась в космосе. И начинал, так сказать, с самых азов. Никаких не было данных, ничего. То есть самостоятельно пришлось разрабатывать очень крупные изделия. Вначале потребовалось дальность обеспечивать. Поэтому были применены бороводородные топлива, типа пентабаран и декабаран. Дальность чего? Ракет? Ракет, да. Но дальность только можно было обеспечить порядка 12 тысяч километров по тому времени. Поэтому я занялся, значит, разработкой ядерных энергетических, значит, установок. И одновременно, значит, проводил эксперименты. В результате этих экспериментов, что эти изделия могли 40 раз огибать вокруг земного шара. Окончив факультет ракетной техники МВТУ имени Бауна и пройдя специальную подготовку по ядерной физике, Иван Степанович Филимоненко был направлен в 51-м году на сверхсекретное НПО «Красная звезда». Он не участвовал в создании атомных водородных и нейтронных бомб. Он разрабатывал реакторы для космических ракет. Именно участвуя в этих работах, он понял, что использование урана в реакторах – это путь, ведущий человечество к гибели. И он предложил другой путь – путь ядерного холодного синтеза без использования урана. То, что это возможно, Филимоненко доказал уже в 57-м году, разработав и создав установку, дающую излучение, которое подавляет радиацию, производя одновременно электроэнергию, водород и кислород, а также пар высокого давления, который мог вращать турбину. Эта установка не требовала использования урана, потому и не давала нейтронного излучения и никаких радиоактивных отходов. То есть была экологически абсолютно чистой. Для ее работы требовался лишь один источник питания – тяжелая вода. Уникальность этой установки заключалась еще и в том, что при ее внедрении в промышленность в Советском Союзе можно было ежегодно экономить свыше 300 миллиардов долларов США за счет стоимости ежегодно сжигаемого угля, нефти и газа. Открывалась уникальная возможность спасти планету от радиоактивных загрязнений. Кроме этого, в том же 1957 году при создании своей энергетической установки Филимоненко открыл возможность создания ракетных двигателей и летательных аппаратов без отброса массы за счет отталкивания аппарата от магнитного поля Земли. Им была разработана установка с подъемной силой в 5 тонн. Это была первая в мире летающая тарелка. Взаимодействует она на заряженных дисках с магнитным полем Земли. В результате возникает лоренция сила, которая передвигает летательный аппарат. Бесшумные. Бесшумные, да. А скорость какая будет? А скорость, можно первую, вторую и третью космическую скорость. Мировое значение работ Филимоненко первыми поняли академики Королев и Курчатов, которые при поддержке маршала Жукова обратились в правительство и в результате 23 июля 60-го года было принято постановление Совета Министров СССР и ЦК КПСС за номером 715-296, подписанное Хрущевым и Косыгиным. На нем была резолюция маршала Жукова. Будучи озабочен судьбой России, прошу подписать это постановление. В постановлении было записано, значит, три пункта. Это первое, разработка новых принципов получения, значит, энергии, разработка новых принципов получения тяги без отброса массы и разработка новых принципов защиты от ядерных излучений, то есть подавления радиации. Я вот над ними работал. Ивану Филимоненко, не имеющему даже звания кандидата наук, были даны полномочия, которыми в то время не располагал ни один академик в Советском Союзе. Около 80 крупнейших оборонных предприятий страны выполняли любое указание ответственного ведущего конструктора Ивана Филимоненко. Но умирает Курчатов, затем Королев, отправляют в отставку Жукова. И Филимоненко отстраняют сначала от должности ответственного ведущего конструктора, а затем и вовсе под видом сокращения штатов увольняют. Это случится в 68-м году. Те, кто организовывал ваш уход, ваш уход отстранения от работы, они сочли, что вроде бы вы все уже сделали, что нужно, они уже... Да, но практически было так, что все экспериментальные обоснования, чтобы создать такие аппараты, уже были сделаны. Отсюда, значит, люди поняли, что больше, значит, работать не нужно. Осталось только, значит, заставить коллектив, чтобы он, значит, и сделал, значит, и тогда, значит, готов дырки, значит, на... Ну, да, ради нового. Ученые степени и тому подобное, значит, вот. Чтобы завершить работу над летающей тарелкой, нужно было еще три года. Чтобы ввести в действие уникальную, до сих пор не имеющую в мире аналогов установку по нейтрализации радиации, хватило бы и нескольких месяцев. Не успел. Не дали. Он был подло подстрелян на самом взлете. Он еще не верил в происшедшее, считал это недоразумением, обращался в ЦК. Но те, кто его увольнял, знали, что делали. Открытия Филимоненко были таким лаковым пирогом, от которого по кусочку досталось бы многим. А каждый кусочек — это для кого-то докторская диссертация ученой степени, для кого-то звание академика, а для кого-то и золотая звезда на грудь. Но случилось невероятное. Без Филимоненко довести до конца его разработки по летающей тарелке и установке по подавлению радиации не удалось никому. И в итоге страна, как и весь остальной мир, так и не смогла встать на более дешевый и более безопасный путь развития. Вместо холодного ядерного синтеза был избран губительный ядерный реактор. Если бы вот получилась такая картина, что не умер бы Курчатов, не умер бы Королев, не умер бы Жуков, то все это мы бы сделали. Ну вот... И страна бы сейчас была другой. Совершенно другой. И мир был бы другим. Совершенно другой. Была еще одна причина устранения Ивана Филимоненко. Точнее, несколько. Начиная с 1955 года, он ведет научную исследовательскую работу по оценке радиационной опасности атомных и тепловых электростанций и испытаний ядерного оружия, а также применения ядерных установок на космических кораблях. Благодаря подробному докладу на 46 страницах, представленному им в ЦК КПСС, удалось остановить программы запуска космических кораблей на Юпитер и Марс, несущих на борту ядерные реакторы с большим количеством урана. В случае аварии при запуске или при возвращении их на Землю радиационное заражение было бы равносильно 600 ядерным взрывам в Хиросиме, что, кстати, было подтверждено аварийным падением трех искусственных спутников с ядерными установками на борту. Остановка программ полетов на Юпитер и Марс вызвала гнев академиков, которые разрабатывали проекты ядерных энергоустановок для этих программ. Была организована травля Филимоненко, которая закончилась полным отстранением ученого от работы. Но он успел доложить в ЦК и правительство о масштабах радиационного загрязнения окружающей среды за счет работы атомных и тепловых электростанций, а также о неизбежнице смерти для всего человечества в случае неограниченного продолжения испытаний ядерного оружия. Но никаких мер по защите населения от радиации принято не было ни в Советском Союзе, ни в других ядерных державах. Хотя уже через несколько лет после проведенных в атмосфере ядерных взрывов в СССР было проверено содержание радиоактивных веществ в воздухе, в земле, в пище и в организме людей. А данные были таковы. Выяснилось, что территория Советского Союза, атмосфера и продукты питания загрязнены радиоизотопами, которых в костях детей в СССР накапливается в 4 раза больше, чем у детей в других странах. В килограмме хлеба оказалось вдвое больше радионуклидов, чем в литре молока. Но эти сведения были засекречены. А сам Филимоненко после того, как он высчитал, что каждый блок каждой атомной станции, даже при работе в безаварийном режиме, ежегодно вырабатывает около 10 миллионов пюри радиоактивных веществ, например, радиоактивный газ Криптон-85, который выбрасывается в атмосферу, его обвинили в сумасшедшем и упрятали в психушку. Благодаря усилиям ученых, через месяц Филимоненко освободили. Но дело было сделано. Отныне все, что говорил Филимоненко, можно было смело опровергать. Мол, чего вы хотите, это же сумасшедший. В условиях холодной войны, когда каждый из противоборствующих сторон стремится во что бы то ни стало опередить соперника по количеству и мощности ядерного оружия, любое публичное сообщение о том, чем это грозит человечеству, воспринималось чуть ли не как предательство интересов государства. Да и не очень-то верили наши правители расчетам ученых. Да что там правители? И простой народ не верил в это. Нужны были доказательства. И они были предъявлены 26 апреля 1986 года. Украина и Белоруссия. Воронежская и Брянская области. Часть Польши и Прибалтики. Радиоактивные осадки в Англии под Кингисеппом. Вот лишь неполный список географических объектов, загрязненных невидимым чернобыльским выбросом. На начало 1996 года общее число лиц, зарегистрированных как подвергшихся радиационному воздействию, насчитывалось около полумиллиона. А сколько незарегистрированных? Но сегодня ежедневно в Республиках бывшего Союза умирает на 3000 человек больше, чем 30 лет назад. А за год более миллиона лишних смертей. Все это Чернобыль. И то, что уже через 5 лет количество раковых заболеваний повысилось в России на 7%, на Украине на 10%, в Белоруссии на 23%, это тоже Чернобыль. А кто подсчитает и подсчитает ли вообще количество мертвых детей, рожденных такими родителями, а также количество детей с зайчей губой, волчьей пастью, с ногами разной длины и культями вместо рук? Звучит кощунственно, но именно благодаря Чернобылю о Филимоненко вспомнили вновь. Это случилось в апреле 89-го года уже через 4 дня, после того, как американские ученые Флейшман и Понс объявили о осуществлении ими в пробирке холодного ядерного синтеза. Чернобыльский реактор за 2 года накопил 2000 килограмм радиоактивных осколков. Это равностильно взрывал 2000, таких бомб, как Хиросимская, значит, Нагасакская. А всего, значит, у нас реакторов таких 432. Вот, значит, выходит 2000, помножьте на 432, и поймете, какое количество, значит, находится радиации у нас в этих реакторах. Значит, неужели нельзя, значит, подумать, как сделать, чтобы вырабатывать энергию без радиоактивности? Узнав об американских исследованиях, которые, кстати, вскоре были отвергнуты правительством США как ошибочные, наше правительство восстановило Филимоненко в должности ведущего конструктора для продолжения работ, от которых он был отстранен еще 30 лет назад. Со 2 апреля 1989 по 1 января 1991 года под руководством Филимоненко было изготовлено три опытных образца энергетических установок, использующих энергию холодного ядерного синтеза. И заново разработаны чертежи установок для подавления радиации. Испытания должны были производиться на НПО «Красная звезда», но они не состоялись. 1 января 1991 года Филимоненко вновь отстранили от работы и лишили пропуска на все предприятия НПО. Объяснение было одно – нет средств. Еще одна попытка подарить человечеству безопасную энергию окончилась крахом. Внимание! Всем, всем, всем! Сегодня утром в одной из медицинских лабораторий было получено вещество, благодаря которому человечество наконец-таки одержало победу над старостью. Это вещество изобретатель назвал эликсиром бессмертия. Возможно, именно так однажды во всем мире начнутся сводки вечерних новостей. И неважно, какой день недели будет на календаре, они будут уже выброшены на помойку за ненадобностью. Скажете, бред сумасшедшего? Ну тогда сумасшедшими надо объявить одновременно сотни тысяч ученых во всем мире, ежедневно изнуряющих себя сложнейшими опытами и расчетами ради того, чтобы хотя бы на один час приблизить победу над старостью. Медики утверждают, генетически человек запрограммирован жить более ста лет. А если спустя 50-70 лет после рождения он оказывается на кладбище или покидает этот мир через трубу крематория, винить в этом он должен только себя. Ведь, как утверждают те же медики, чтобы полностью выполнить программу, заложенную у нас при рождении, нельзя употреблять алкоголь, курить, необходимо соблюдать строгую диету, заниматься спортом, в общем, всеми силами вести здоровый образ жизни. Хорошо, пусть так. Но как бы человек не боролся за свою жизнь, итог все равно известен. Как мудро заметил один сатирик, что с человеком не делай, он упорно ползет на кладбище. Настырные французы недавно посчитали, сколько всего людей жило на Земле со времен Адама и Евы. Оказалось, приблизительно 80 миллиардов. Сколько за это время было придумано способов остановить этот скорбный путь на тот свет? Тщетно. И чем, как ни актом отчаяния, можно объяснить о владевшей умами человечества утешительную и красивую сказку о загробной жизни и о бессмертии души? Если нельзя победить смерть в этой жизни, можно победить ее, сохранив тело умершего в виде мумии. Современные мавзолеи известных политиков. Не отзвук ли это той древней сказки? У нас очень много данных, значит, таких. Есть данные такие, что, значит, и по 3000 лет жили. При Петре Первом, значит, данные, что некоторые люди по 400 лет жили. Еще в начале 60-х годов Филимоненко теоретически доказал, что когда-то человек жил долго, фантастически долго. Его расчеты, о которых мы скажем чуть позже, полностью подтвердились несколько лет назад, когда учеными при раскопках был обнаружен документ, составленный еще в конце 2-го тысячелетия до нашей эры шумерийскими писцами. В этом документе был приведен полный список 8 царей, которые правили в общей сложности более 200 тысяч лет. Эти сведения тут же стали достоянием масс. Ознакомился с ними и петербуржец Владимир Конев. После долгих раздумий он пришел к выводу, что раз шумерийцы жили так долго, то это возможно и в наше время. И он решил доказать это на собственном примере, разработав закон долгожительства или секрет долголетия. Благодаря этому закону человек может и даже обязан жить от 140 до 280 лет. И решил доказать это на собственном примере. Но ввиду того, что он по его собственному признанию спохватился слишком поздно, в возрасте 65 лет, он установил для себя планку 120 лет. Именно столько собрался прожить Конев, чтобы доказать, что теория, разработанная им, верна на 100%. С утра я делаю зарядку в общей сложности где-то час, в том числе силовые упражнения. Каждый день обливаю с холодной водой, пешком хожу где-то, когда час, когда два. Кроме того, каждую неделю голодаю 36 часов, из них сутки сухое голодание, то есть без воды, без еды, и еще 12 часов с водой. Кроме того, каждую неделю хожу в баню, в парилку. Каждую неделю, ну, может быть, пореже, два раза в месяц, делаю чистку по так называемому методу Семеновой-Малахова. Ну, и другие разные мероприятия, то есть, короче говоря, да, раздельное питание, естественно, пью воду талою, мало употребляю соли, мало употребляю сахара. Уже три года вегетарианец. Короче говоря, вот все эти мероприятия входят в мое понятие здоровый образ жизни. Как ни обидно это прозвучит для Конева и для сотен других энтузиастов, собравшихся прожить 120 и более лет, но вряд ли ему удастся осуществить свою теорию на практике. И не потому, что, как сам же признался, слишком поздно начал. Нет, причина в другом. И нашел ее, и научно обосновался тот же Филимоненко. Оказывается, чтобы жить более 100 лет, надо очистить организм от радиации. И в первую очередь, от содержания такого радиоактивного вещества, как калий-40, с помощью которого у нас до сих пор удобряют поля, собранный урожай из которых попадает в наш организм вместе с пищей. Радиоактивная частица, допустим, это калия-40, она проходит в организме 6,1 миллиметра. И на своем пути больше 200 тысяч атомов ионизует. И гибнет 1125 клеток. Только в Советском Союзе ежегодно вносилось в почву 6 миллионов тонн удобрений, в которых содержалось 4,5 миллиона кюри радиоактивного калия, главного источника радиации на Земле. Это было бы не так страшно, окажись он изотопом с маленьким периодом полураспада. Но у калия-40 он равен 1,3 миллиарда лет. Из-за такого удобрения радиоактивность почвы практически не рассеивается, как у короткоживущих изотопов. Каждый год на полях, где применяют хлористый калий, уровень радиации возрастает вдвое. Сегодня во всем мире сотни атомных тепловых и гидроэлектростанций ежегодно сжигают 10 миллиардов тонн углеводородного топлива. В их дыме содержатся сера, уран-235, ради-226 и, самое главное, калий. Эти вещества с дождями выпадают на Землю, еще более увеличивая ее радиацию. А ведь, как подсчитал Филимоненко, если в организме человека будет содержаться 0,7 грамма калия-40, то продолжительность жизни составит, только не падать и в обморок, 25310 лет. При 7 граммах 2531 год. А при 245 граммах продолжительность жизни будет равна 61 году и 7 месяцам, что мы сейчас, собственно, и имеем. Эти расчеты Филимоненко полностью подтвердились, когда были обнаружены тексты древних шумерийцев и было измерено содержание калия-40 в слое Земли, в котором сохранились останки этой древней цивилизации. Его оказалось 175 раз меньше, чем сейчас рассеянный по поверхности планеты. Именно он, распадаясь в организме человека, испускает львиную долю от всех частиц высокой энергии, которые убивают живые клетки. Организм их восстанавливает, а они снова гибнут. Но генетическая программа человека рассчитана на замену клеток не более 100 раз. И чем быстрее он израсходует этот лимит, тем меньше будет продолжительность жизни. И наоборот. Получается, что древние шумеры облучались калием-40 в 175 раз меньше, поэтому и жить могли, по крайней мере, в 175 раз дольше, чем современные люди. Однако в тех же документах, оставленных шумерийцами, сказано, что такая фантастическая продолжительность жизни у них была только лишь до Великого потопа. После потопа продолжительность жизни стала резко падать. Почему? Филимоненко считает, что в этом виновата радиация, пропитавшая Землю. А радиация могла появиться только в одном случае. В случае ядерной войны, которую человечество и пережило множество веков назад. Доказательство своей теории Филимоненко нашел в сказках. В сказках «Тысяча и одна ночь», в которых упоминается про кувшины Сулеймана. Кувшины, значит, это Сулеймана. Когда он взрывается, то синий дым поднимается выше облаков, и гром раздается такой, от которого люди теряют разу. А вот кувшины, это что вам напоминает? А кувшин, это обычный реактор, который у нас, значит, есть. Только там своеобразным образом сказано, что их вскрыли. Кстати, именно после ядерной войны Бог и создал Адама и Ева. Это уже следующая теория Филимоненко. А сотворил он их для того, чтобы дать Земле новую цивилизацию бессмертных людей, в которой не будут заражены радиацией, как предыдущая цивилизация. И поселил он Адама и Ева на участке земли, им же и очищенные от облучения. Бог запретил им есть яблони в райском саду, которые, по-видимому, были радиоактивными. Они же нарушили запрет, потому и стали смертными. Получив большую дозу излучения, Адам и Ева стали болеть, а их дети получили наследственное заболевание. Так начал вырождаться род людской. Но у человечества все же есть шанс на выживание. Его может дать москвич Иван Степанович Филимоненко. И дать он его может только в том случае, если ему разрешат довести до конца работу над созданием энергетических установок по подавлению радиации. Программа «Черный код» просит считать этот выпуск официальным обращением к правительству Российской Федерации. Дать шанс Филимоненко. А значит шанс и всем нам, живущим на планете. И пусть вероятность успеха будет равна 1% из 1000, мы считаем, сделать это все равно необходимо. Не сделать этого преступления. А решать нужно как можно быстрее. Если будут созданы, значит, вот восстановлены все коллективы, которые были созданы, они вполне, значит, могут стать с этой сдать. Сколько лет для этого нужно? Ну, я вам сказал, что, значит, лет 10. Сейчас Филимоненко 73 года. И если в ближайшее время не принять спасительного решения, всем нам останется лишь одно – молиться. Бог, Он милостив. Может, Он спасет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы будем благодарны за любую финансовую помощь проекту, которая будет направлена по вашему желанию на те или иные цели. Приглашаем к обсуждению фильма и других вопросов на нашем форуме и на первую голосовую конференцию по свободной энергии в программе TeamSpeak сервера voicechat.zarяд.com и globalwave.name Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова